Бонжур народ, с вами Фантом. Всем известно, что ютуб кишит тоннами всевозможных роликов, на которых якобы изображены различные паранормальные события и паранормальные существа. Как оказалось, многие зрители на полном серьезе верят в то, что размытое пятно это призрак, а качественный видеомонтаж это чуть ли не сам дьявол. Представляю вашему вниманию новую рубрику на моем канале под названием «Ужасы с ютуба». Рубрику, в которой мы с вами будем глядеть самые сочные страшные видосы с глубин видеохостинга, и будем с серьезными щами анализировать эти страшные видосы. Кто знает, может среди тонны фейков нам удастся найти нечто реальное, найти призрака, а не бабку, напялившую на голову колготки, найти демонов, а не школьников, устроивших аниме-сходку. Ужасы с ютуба. Первый выпуск. Заранее ставьте лайк, и я запилю продолжение. А прежде, чем мы начнем, я посоветую вам задорную бесплатную мобильную игру, в которой вам предстоит попытаться совершить побег из тюремной камеры. В игре вы столкнетесь с множеством испытаний на пути к свободе. Веселая мультяшная графика, забавные персонажи, различные локации, интересные миссии поднимут вам настроение. Игра бесплатная, переходите по ссылке под роликом и скачивайте ее. Не ленитесь. Абсолютно бесплатно. Убирайте от экранов беременных детей и женщин. Нас ждут действительно жуткие ролики. Погнали! Ну что же, давайте ознакомимся с первым ужасающим видео. Начинается все довольно-таки спокойно. Некий молодой человек мчит на своем велосипеде, показалось бы, знакомой ему местности. И что же такого страшного может случиться? Быть может, какой-то маньяк с бензопилой выскочит из кукурузы? Нет. Все окей, все окей. Опаньки! Не ожидали, да? Что это за хреновина только что проскочила? Какой-то страшный монстр. Мутант! Мы четко видим появление существа. Слышим довольно спокойную реакцию велосипедиста. Молодой человек оборачивается и никого уже не видит. Неплохо, неплохо. Поначалу может показаться, что это просто друг главного героя, накинувший на себя костюм для извращенцев. Возможно, так оно и есть. Правда, его друг слишком маленький. Здесь не требуется как-то париться с разоблачением. Можно просто сказать, что это качественный видеомонтаж. Или же это на самом деле какое-то существо? Ходите, оборачивайтесь. Не серьезно, расслабьтесь. Видеомонтаж. Друг в трико. Или же существо. А мы идем дальше. Кадры из данного ролика частенько мелькают на многих ресурсах. Мол, поглядите, кому-то удалось заснять нечто. И некоторые действительно ведутся. Всем насрать, что рядом с этим нечто спокойно гуляют люди. Всем насрать, что это нечто всего лишь костюм на Хэллоуин. Довольно качественный, довольно жуткий, но костюм на Хэллоуин. Человек в костюме. Конечно, если в темное время суток вы встретите такую еб... Лучше держитесь от нее подальше. Сделайте пару фоток и бегите домой. И уже там рассуждайте, костюм это был или нет. Но если говорить по делу, в полная версия данного ролика на ютубе, вы можете увидеть и процесс надевания костюма. И то, как фоткаются прохожие с этим существом. И то, как оно ходит по улицам и заглядывает в окна. Что довольно мило почему-то всем насрать. Никто не боится. Хотя костюм крайне качественный. Пляшем дальше. О да, здесь у нас Ктулху. Ктулху собственной персоной. Так утверждает название видео. Ну или по крайней мере кто-то из родственников Ктулху. Для тех, кто не знает, скажу. Ктулху это божество, зверь миров, спящий на дне Тихого океана. Но тем не менее способные воздействовать на разум человека. На вид Ктулху разными частями тела подобен осьминогу, дракону и человеку. Чудовище имеет голову с щупальцами, гуманоидное тело, покрытое чешуей и пару рудиментарных крыльев. Не особо эти кадры подходят под описание Ктулху, да? Но тем не менее существо находится под водой и оно довольно больших размеров. Какие-то нереальные размеры щупальц уходят на дно. Я не буду говорить вам реальны ли эти кадры. Реален ли этот монстр? Сохраним немножечко тайны. Послушаем ваши версии в комментариях. Следующее видео относится к разряду «Я ни с того ни с сего достал телефон и тут же снял призрака». Много таких роликов есть на ютубе. Съемка ведется из окна машины. Машина, которая едет. Молодые или немолодые люди, мы их не видим, якобы встретили на дороге призрака. Потустороннее существо, душу умершей девушки. Девушка как-то там кочевряжется вдоль дороги, а ребята, судя по всему, думают, давить ее или же нет. Дама эта, кстати, очень напоминает Самару Морган, главного антагониста фильма «Звонок», которая в фильме была представлена как призрак в белом платье и с длинными черными волосами, закрывающими лицо, и имела способность убивать людей силой мысли. Но в данном ролике никаких убийств не происходит. Мы слышим какие-то странные крики, вероятно, крики ужаса, да, крики страха. Непонятно, что пытается сказать главный герой, но прямо перед его машиной появился призрак. Дави его, братюнечка, скажете вы. Но нет, он не будет ее давить, ведь это, скорее всего, его сестра, или мама, или бабушка, я не знаю. Так глубоко я ролик не анализировал. Но главному герою действительно страшно. Вероятно, он сходит с ума, он уже плащет, и непонятная хрень маленькими шажочками бежит на него. Ты уедешь отсюда, Еленя, дрожище? В один прекрасный момент дама переключается на кого-то другого, и он с криками, похожими на «Ой, блядь!» уезжает. Неужели это видео является доказательством существования призраков? Или это просто подруга или друг человека с камерой? Скорее, второй вариант. Парни с камерами разгуливают по заброшенной школе. И все у них довольно хорошо и весело. Бегают, резвятся, ничего не происходит. Натыкаются на жуткие граффити на стенах, натыкаются на пустые кабинеты, как вдруг в один прекрасный момент. Во, 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 смотрите, 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 что там такое было-то, ай, страшная музыка заиграла. Главное то, что перед ними появился силуэт без головы. Но они при этом никак не отреагировали. Неужели камере удалось запечатлить то, что не подвластно человеческому глазу? Некоторые комментаторы на ютубе и создатели подборок всего самого страшного утверждают, что это видео подтверждает существование призраков. Якобы это душа умершего человека. Душа, которая застряла между небом и землей. Вполне возможно, душа самоубийцы, которая на земле привязана к определенному месту, которое она не может покинуть. На деле же мы имеем видео в крайне дерьмовом качестве. Видео, на котором довольно коряво был запечатлен один из ребятишек, гуляющих по этой школе. Очень сильный свет из окна отрубил ему башку, а очень дерьмовая камера превратила его в призрака. Вот вам еще нечто аналогичное. 2005 год. Съемки проводились прямо на кладбище. Жутковатое место, не правда ли? Но как же хорошо оно подходит для поисков паранормального. Вы, вероятно, не заметили. Но вот авторы даже стрелочку нарисовали. Из одного памятника на нас выглянуло нечто. Быть может, это инопланетянин? Или же призрак похороненного здесь человека? Что это такое? Дерьмовый видеомонтаж. Хотя для 2005 года, наверное, сойдет. Ну что, дорогие мои, я думаю, вы уже соскучились по Слендермену. Было очень много роликов с ним, но я откопал такое, которое особо нигде не светилось. И снято оно якобы было в Москве. Непонятная хреновина лазает под дону и заглядывает в окна. Пиджака на этой хреновине нет, но тем не менее, вероятнее всего, это именно Слендермен. Ибо по легендам, он способен растягивать свои конечности и туловище до неимоверной длины, устраивая ловушки своим жертвам. А когда он протягивает жертве руки, она впадает в какое-то гипнотическое состояние, в котором она абсолютно беспомощна. И несмотря на страх, не может не приблизиться и не принять его объятия. Слендермен также может превращать свои пальцы в щупальцу, ровно как и отращивать их из спины. Неужели видео является доказательством его существования? Да, здесь без вариантов, видео не фейковое, все на самом деле. Снято оно пару лет назад, а пару лет назад программ видеомонтажа не существовало, как известно. И возможно эта хрень ползает сейчас по домам. Ладно, на самом деле я гоню. Не в ту страну Слендермен приехал, чтобы по домам лазать. Его скорее какая-нибудь бабка выгонит шваброй с окна, нежели он кого-то испугает. В общем, думаю абсолютно ясно, что это очередной фейк. Вот вам еще одно очень классное видео, которое прямо-таки кричит. Кричит о том, что это работа талантливого видеомонтажера. Ему фильмы ужасов следует снимать. Настолько все кинематографично. И несмотря на это, кто-то утверждает, что ролик доказывает существование демонов. Парень, судя по всему, находится в своей квартире. И у него с потолка начинают лезть руки. Очень много рук. Свет его фонаря моментами гаснет. Руки трясутся. Пытаются дотянуться до него. А затем на стене и вовсе появляется глаз. И непонятное нечто из множества рук. Нечто, атакующее главного героя. Конечно же, здесь очень палевный видеомонтаж. Но, тем не менее, сделано классно. Ставим лайк. И не верим во все показанное. Темный лес. Плохая камера. 2006 год. Группе людей удалось заснять падшего ангела. Согласно христианскому учению, падшие ангелы – это сотворенные со свободной волей вначале безгрешные ангелы, которые, будучи увлечены сатаной, взбунтовались. Падшие ангелы борются с церковью, совершают зло, искушают людей и толкают их ко греху. В будущем падших ангелов ожидает участь уготованная сатане – огонь вечный. Но что же на видео? Не совсем понятно, целенаправленно ли группа идет выслеживать существо. Или же заснять его им удалось случайно. Но факт остается фактом. Перед нами человекоподобный монстр с горящими глазами. Как только люди с камерами замечают его, они тут же убегают. Шикарное видео. И сделано оно было тоже очень шикарно. У ребят даже есть свой сайт. Они не скрывают, что это постановка. При съемках было использовано огромное количество грима. И ребятки могли все снять в отличном качестве. Ведь грим, актеры – все на высшем уровне. Но они все равно предпочли ужать разрешение ролика, сговнить все качество. Вероятно, для того, чтобы все смотрелось еще более реалистично. Чтоб еще больше людей напугать. Ибо кому нужны съемки существ на хорошую камеру? Всем подавай размытую херню. А вот вам и размытая херня. Какие-то парни тихо, мирно сидят и играют на гитаре. Даже поют. Но вдруг к ним присоединяется странный силуэт. Силуэт этот не особо их и пугает. Спустя время они продолжают петь. Что, черт возьми, происходит? Название ролика говорит нам о том, что это Туюл. Иванский шаловливый дух, похожий на карлика или маленького ребенка. Лысую голову которого венчают маленькие рожки. Туюла якобы можно взрастить. Для этого колдуну требуются мертвые эмбрионы. Хозяин Туюла должен кормить его своей кровью. Непременно в полнолунии. Зачем же он нужен? Туюл якобы полезен в хозяйстве. Он делает мелкие гадости соседям. Главным образом ворует для своего хозяина деньги. И в статьях, которые посвящены Туюлу, на полном серьезе есть ссылки на это видео. Якобы ролик является подтверждением существования монстра. Но что же на самом деле? Качество видео уж больно хреновое. Поэтому возникает несколько версий. Либо видеомонтаж. Либо очень гибкий парнишка. Либо парнишка с болезнью суставов. И либо очень страшная версия. Очень страшная версия. Страшнее любых выдумок про каких-то там существ. Я не буду особо подробно вам все размусоливать. Ибо это тема для отдельного видео. Известно ли вам кто такие кемпрочикосы? Это люди, которые выкупали или воровали детей. Уродовали их, а затем продавали или заставляли работать попрошайками. К сожалению, это никакие не сказки. Искалеченному человеку подадут больше, нежели здоровому симпатяги. Так они мыслят. И так они зарабатывают на изуродованных детях. Это было раньше в восточных странах. И по многим свидетельствам это до сих пор практикуется. Берется здоровый ребенок, всячески уродуется на всю жизнь. И работает на человека его изуродовавшего. Занимаясь попрошайничеством. Конечно, утверждать, что на данном видео именно то, о чем я говорю, я не могу. Но я точно могу сказать, что на нем нет ничего паранормального. Все, дамы и господа. Мы достаточно славно с вами окунулись в глубины ютуба. Заглянули на темную его сторону. Отыскали страшные видео. Посмотрели их. Столкнулись с множеством необъяснимого. С множеством объяснимого. Столкнулись с ужасами. Столкнулись с видеомонтажом. Столкнулись с призраками. Столкнулись с наряженными людьми. И какие итоги можно подвести? Интернет переполнен видеодоказательствами существования различных паранормальных вещей. Но в абсолютном большинстве случаев эти видеодоказательства являются подделками. Однако, быть может, когда-то мы наткнемся на нечто реальное. А может и не наткнемся. В любом случае, ничего не бойтесь. А с вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok